В Махачкале 13.45. В студии Мара Багирова, редактор выпуска Шерепат Шульгина, звукорежиссер Светлана Сеид-Гусейнова. Новости. Сегодня день учителя. Глава Дагестана Сергей Меликова обратился к педагогам республики. Этот праздник – замечательный повод в год педагога и наставника, объявленный президентом страны Владимиром Путиным, выразить искреннюю признательность и глубокую благодарность учителю. В нашей республике трудятся около 50 тысяч преподавателей, настоящих подвижников, любящих детей и самоотверженно отдающих им все свои силы и знания. Многие наши учителя добились успеха в профессиональных конкурсах самого высокого уровня, а их подопечные одерживают победы на региональных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, спортивных чемпионатах и творческих фестивалях. Я хочу поблагодарить всех вас, уважаемые педагоги, за ежедневный кропотливый труд, за то, что вы находите силы на каждого своего воспитанника, остаетесь творческими, уверенными в своих силах профессионалами. Пусть ваши опыты, знания, переданные детям, станут основой для развития Дагестана и всей России. Желаю терпения и мудрости, успехов на вашем нелегком поприще и благодарных учеников. Говорится в поздравлении. Накануне Сергей Мелико пообщался с корреспондентами РГВК «Дагестан» и ГТРК «Дагестан». Журналисты интересовались в том числе, как прошли мероприятия к столетию поэта Расула Гамзатова в Москве, перспективами решения проблемы бесперебойного электроснабжения дагестанцев после выступления в Совете Федерации, итогами встречи с министром цифрового развития России, какие достижения руководитель региона считает главными за три года работы. У нас в сентябре месяце состоялась целая череда мероприятий, посвященных столетию Расула Гамзатова. В соответствии с указом президента Российской Федерации, в соответствии с решениями организационного комитета, как федерального, так и созданного на нашем, на дагестанском уровне, мы провели все мероприятия, которые планировали провести в Москве. И как раз основные мероприятия проводились на прошлой неделе. Это и то, что мы делали в иностранной библиотеке в Москве, и в Музее истории Москвы. Ну и, конечно, самым главным и, наверное, основным мероприятием – это наши мероприятия, которые мы проводили в Большом Кремлевском дворце. Это не просто концерт, это литературно-художественная композиция, которая представляла, безусловно, только часть творчества великого Расула Гамзатова. Это та композиция, которая представляла наши коллективы, это та композиция, которая представляла участие в этой программе звезд российской эстрады, российского творчества. Ну и, безусловно, это то, что могло представить наш Дагестан гостям Большого Кремлевского дворца в рамках празднования творчества, столетнего юбилея и творчества Расула Гамзатова. Мероприятие очень волнительное, и, конечно, кульминацией этого мероприятия было выступление и поздравление президента Российской Федерации. Эмоции, ну, как, наверное, уже не один раз мы с вами понимали и понимаем сейчас, для президента нашей страны, для нашего верховного главнокомандующего, Дагестан – это особая территория среди регионов России. Об этом говорят те знаки, которые Владимир Владимирович уделяет Дагестану тогда, когда у нас есть необходимость принять решение на уровне президента для Дагестана. Об этом говорит то, что в июне месяце Владимир Владимирович сам посетил Дагестан в очень непростое время, в очень непростой обстановке, которая на тот период складывалась в стране. Ну и, конечно, то внимание, которое он уделил своим выступлениям на празднование Расула в Большом Кремлевском дворце. Очень проникновенные слова. Неоднократно он цитировал Расула. И больше всего запомнилось то, что, когда Владимир Владимирович привел слова Расула Гамзатова о том, что в Дагестане он аварец, в России он дагестанец, а за границей он россиянин, это, как он сказал, это формула нашего гражданства, это формула гражданской позиции всех россиян. Наверное, вот это был самый эмоциональный штрих в его выступлении. И, конечно, эти слова были встречены огромным гулом, аплодисментом в этом зале. На концерте присутствовали как государственные лица, так и представители других регионов. На концерте присутствовало большое количество гостей, как москвичей, так и тех, кто в эти дни Москву посещал. Но для нас важно то, что мы на этот концерт пригласили, и руководство БКД пошло навстречу. В зале присутствовало большое количество дагестанской молодежи, детей, победителей различных конкурсов, которым поездка в Москву на этот концерт стала определенной наградой. В зале присутствовали семьи участников специальной военной операции. Мы не можем сегодня не проходить мимо них нигде. И даже когда мы празднуем, мы должны вспоминать о тех потерях, которые понес Дагестан в период проведения СВО и тех родных и близких, которых эти потери коснулись. Если мы не решим сегодня вопрос нормальной подачи электроэнергии к тем точкам, которые являются сегодня точками роста для туризма, для развития промышленности, для развития сельского хозяйства, для развития других секторов экономики, для нормализации процесса жилищного строительства, для нормализации процесса оформления земельно-имущественных отношений, в том числе и мучного комплекса, то мы, наверное, не вырастем точно. Потому что, еще раз повторюсь, не подав электричество к точкам роста или просто к тем объектам, за счет которых мы рассчитываем изменить социальное экономическое положение дагестанцев, мы ничего сделать не сможем. Поэтому это ключевой для нас вопрос. Нам за какой-то определенный промежуток времени удалось не решить. Я никогда не буду говорить о том, что мы что-то сделали, пока мы это не сделали. Но мы стоим на пути решения многих других проблем, которые я два года назад в Совете Федерации озвучивал. Мы по всем по ним движемся вперед. Кроме пока электричества и, к сожалению, подачи электричества сегодня и к объектам водоснабжения, и к объектам водоотведения, и к объектам образования новых туристических кластеров, и к объектам, которые будут помогать нам заниматься систематизацией обращения с твердыми коммунальными отходами, может стать препоном. И на самом деле это большой риск, в том числе по вложению, по освоению тех денежных средств, которые мы уже осваиваем и вкладываем в другие перспективные направления. И вот это вчерашнее эмоциональное выступление, оно бы было ничем, если бы в преддверии этого выступления мы тщательно не проработали вопрос с правительством Российской Федерации, с Министерством финансов, с Министерством энергетики, с руководством Россетей. Поэтому, выходя вчера на трибуну, были приняты уже некоторые решения, которые должны были только лишь закреплены быть моим выступлением на сессии, которая проводилась на парламентских слушаниях, которые проводились вчера в Совете Федерации, для того, чтобы мы могли четко понять, что те решения, которые мы проработали, они будут теперь закреплены документально. И то, что Валентина Ивановна Матвиенко вчера очень, я на мой взгляд, тоже эмоционально поддержала нас, вот в обозначении наших проблем, и то, что она дала поручение создать группу, которая будет осуществлять теперь контроль за исполнением таких позиций, как выделение средств в бюджет, как своевременное доведение этих бюджетных средств до исполнителей, как, ну, условно говоря, принятие оперативных решений, которые нужно будет принимать, это для нас тоже очень важно, потому что вот такая контрольная группа в Совете Федерации, она является важным аргументом для реализации тех планов, которые у нас есть и которые выстроены с другими федеральными органами исполнительной власти и исполнителями. Ну, я очень надеюсь, что те средства, которые вчера я обозначал, и которые при подведении итогов министрам финансов были определены для реализации наших задач, они будут выделены, и мы вот немедленно приступим к реализации наших задач. Программа у нас есть, что делать мы знаем, то есть все, что зависит от республиканских властей, мы сегодня сделали, но нам просто сегодня не на что это делать, поэтому при понимании вот той задачи экономической, да, нужны деньги, я думаю, мы справимся с этой проблемой, иначе у нас просто нет другого выхода, как, в общем-то, и по другим направлениям. Сегодня у Махачкале в Доме дружбы международная конференция, посвященная 80-летию победы в битве за Кавказ и форум «30 лет созидания успехов и побед, приуроченных к 30-летию Союза Женщин Дагестана». Проходит обсуждение широкого круга вопросов, значение исторического события, участие дагестанцев в битве за Кавказ, проблемы сохранения исторической памяти в современном обществе, формирование чувства гражданского самосознания и уважение к подвигам тех, кто отстоял победу в Великой Отечественной войне. Дагестане продолжают оказывать помощь военнослужащим и их семьям. Работа по поддержке участников специальной военной операции проводится на постоянной основе. Так, представители дагестанского филиала фонда «Защитники Отечества» побывали в Буйнакске и Дербенте, где разъяснили меры социальной поддержки. Репортаж по темат Сулеймановой. В рамках рабочей поездки в Буйнакск делегация навестила несколько семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» выразил соболезнования родным бойцов, выслушал их проблемы и рассказал о целях и задачах фонда. Понимаем, что мы нашего близкого человека не заменим. Но, тем не менее, ту малую часть того, что тот не сдал сделать, чтобы это компенсировать, мы будем работать. Посетил Магомед Рашидов и семью Зайну Лабидовых. Их сын Махач, военнослужащий 136-й мотострелковой бригады, получил на передовой тяжелое ранение. Мама бойца Аминат попросила гостей помочь в приобретении прогулочной коляски и создании в доме доступной среды для малоподвижного сына. У нас бывает иногда такие тяжелые кризисы, но очень сильно повышается давление временами, а потом резко понижается. И нам нужна была резкая, быстрая медицинская помощь. Вот так как мы, вот, жена, я и старик, отец 70 лет, мы не могли его даже вынести помощь, очень ждали дома, получилось. И вот этот подъемник нам просто, знаете, он настолько нам неожидан в нашем доме. Будем адаптировать ваши отношения к вашим возможностям, чтобы была возможность подниматься, спускаться. Подъемный механизм, да. Подъемный механизм. Что у нас? Будем привлекать специалистов, подумаем наиболее оптимальное, эффективное техническое решение. Мы всегда рядом и готовы оказать любую помощь Красной Ницью. Эта мысль проходила и на встрече с родными бойцов в Дербенте. На вопросы ветеранов СВО и семей погибших военнослужащих отвечали представители фонда, городской администрации, военного комиссариата, управление соцзащиты и других структур. Наша основная задача и цель для того, чтобы те семьи, которые оказались сопричастными к этим всем мероприятиям глобальным, которые наша страна проводит, для того, чтобы они не чувствовали себя со своими проблемами наедине, не чувствовали, что они сами по себе. Мы были, есть и остаемся большой семьей дагестанских народов, которые тяжелые годы всегда находили возможность для самоорганизации, поддержки и решения всех остальных проблем. Встреча прошла в формате активного диалога. Разъяснения были даны относительно мер социальной поддержки военнослужащих и их семей, а также предусмотренных им льгот и выплат. Все проблемы, озвученные семьями военнослужащих, будут изучены и решены в первоочередном порядке. Сегодня в Республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Вы можете обратиться к специалистам с интересующими вас вопросами по телефону 670131. При этом конфиденциальность обращения гарантируется. Помните, своевременное информирование о фактах проявления коррупционных действий способствует искоренению этого негативного явления. Погода. По сообщению Дагестанского гидромедцентра сегодня по районам Республики местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по Приморским районам 20-25, в горах 10-15, местами 20 градусов. В Махачкале без осадка. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса. Вода в море 21 градус. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду.